МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как все происходило, расскажет моя коллега Екатерина Соломатина. В студию прямого эфира входит глава региона, общение начинается. Во время трансляции работает колл-центр. Операторы принимают звонки, прием их был организован и накануне. К началу программы зафиксировано больше 3000 вопросов от жителей республики. Обращались они к президенту и по электронной почте. Туда пришло около 3000 сообщений. Ведущие эфира Азамат Аль-Мухаммедов и Эльвира Айтколова говорят, что все обращения будут переданы Рустему Хаммедову, а их адресаты получат ответы из администрации президента. Предыдущий прямой эфир проходил больше года назад. В этом году его формат несколько изменен. В нем участвуют журналисты муниципальных средств массовой информации. Это делает разговор с одной стороны более детальным, с другой стороны представляет общую картину, чем живут в глубинке и какие проблемы беспокоят жителей городов и районов Башкортостана. Во время эфира вопросы звучат на разные темы. Как жить, когда в селе закрывается школа? Куда вести больного, когда в межмуниципальном центре принимать его отказываются? Как выживать малым городам? Среди заданных вопросов вопрос о проведении в Уфе саммитов ШОС и БРИКС. Действительно ли это потребует больших вложений и придется экономить на всем? А так как будет вложено все в столицу, районы останутся без внимания на три года. Мы саммит можем провести легко и спокойно, без крупных затрат. Так оно и будет на самом деле. Но то, что будет строиться якобы к саммиту, на самом деле это те объекты, которые были у нас уже в планах. Мы не можем стать динамично развивающимся регионом, современным, если у нас не будет соответствующей инфраструктуры, если у нас не будет бизнес-центров, не будет отелей, не будут приезжать к нам крупные люди. На каждый вопрос Рустем Хамитов старался давать исчерпывающие ответы, чтобы от недостатка полученной информации не возникало новых. Поэтому во время эфира, а шел он чуть более двух часов, прозвучало больше 20 вопросов. Когда прямая трансляция закончилась, президент продолжал отвечать на вопросы журналистов. Было понятно, что наболевших тем накопилось много. Пожалуй, если бы программа длилась и пять часов, у президента республики и работников СМИ все равно было бы о чем поговорить. Поэтому все выразили надежду, что встречи в таком формате будут продолжены. На этой неделе глава администрации города Борис Беляев посетил несколько объектов, которые находятся сейчас на реконструкции. Это клуб «Сила» и административное здание в селе Ира. Он интересовался ходом работы, сроками их сдачи. Решение о том, чтобы сделать клуб «Сила» более современным, а условия для тренировки спортсменов более комфортными, было принято в начале этого года. А сейчас тут полным ходом идет ремонт. Здесь штукатурят и шпатлюют стены, меняют полы, делают электропроводку, меняют окна на пластиковые. Стены убирайте, лишняя работа для вас. И лишняя дверь будет вам стоять. Стены убирайте, здесь красиво делают, плиточки. И тут плиточка будет? Да. До куда? До потолка? Нет. Плиточка какая будет? На метр снизу. 40 до 40? Нет, 25. Нет, ну только вот такую не надо, конечно. Нет. Выполняет работы МУП «Стройзаказчик». Глава администрации интересуется и ходом работ, и сроками, когда они будут выполнены. Строители обещают к концу мая все здесь завершить. Дальше Борис Владимирович отправляется в село Ира. Здесь на реконструкции находится здание и сельская администрация. Оно сейчас переделывается под жилье. По плану тут будет 11 двухкомнатных квартир и 3 трехкомнатные. От существующих подняли полу то, что были. С учетом этого, что примерно вот здесь надо будет по наружке просыпаться. Ну и здесь сама планировка, она неудачная, скажем так. Мы вот сейчас, когда его начинали, вон тот уровень дороги брали, привязывали все входа, окна, немножко ноль пересматривали. В этом здании тоже работают специалисты МУП «Стройзаказчик». Правда, пробраться туда посторонним пока не так просто. Около здания из-за активного снеготаяния образовался небольшой водоем. Как с ним бороться сейчас, думают строители. Здесь может быть рядом дренаж, разворот сделать, чтобы не доходя до дома где-то это разворачивать. Нет, надо, чтобы она вообще до забора уходила там уже все. Нужно предусмотреть вокруг здания уличное освещение, чтобы людям было удобно. Благоустроить прилегающую территорию, чтобы было красиво. Но это будет чуть позже. Пока строительные работы ведутся внутри здания. Республиканский конкурс красоты и таланта «Гузелькей-2013» завершился для нашей землячки Олеси Бакаевой получением диплома «Мисс Оригинальность». Это творческое состязание организовано Республиканским советом матерей «Материнское сердце для женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья». С Олесей Бакаевой на этой неделе встретился глава администрации города Борис Беляев. Своим участием в этом конкурсе, своим желанием победить представляли наш город Комертау. Еще лишь лишний раз наш Комертау изучал на республиканской такой серьезной арене. В числе финалистов конкурса «Гузелькей-2013» оказались конкурсантки из двух городов – Уфа и Комертау. Среди них Олеся Бакаева выделялась и своими костюмами, и своими выступлениями. Олесе Сергеевне помогали готовиться специалисты реабилитационного центра. Вся подготовка проходила при непосредственном участии методиста Татьяны Козловой. Татьяна Николаевна рассказывает, что когда появилась возможность принять участие в конкурсе, они даже не сомневались, что представлять город Комертау на нем должна Олеся Бакаева. Олеся признается, что от предложения отказываться не собиралась. У нее действительно получилось заявить о себе и о городе на уровне республики. Чтобы помогать участникам готовиться к разного рода серьезным конкурсам, надо предусмотреть возможность поддержки из фонда социальных программ, говорит глава администрации Борис Беляев. Продумать это Борис Владимирович просит своего заместителя по социальной политике Наталью Лапшину. Фонд социальных целевых программ сейчас существует, начал в этом году. Энная сумма денег нам ежемесячно будет дать, ежегодно, порядка 11 миллионов рублей мы будем расходовать на поддержку социальных программ в городе Комертан. Вот эти вот мероприятия, вот эти конкурсы, я думаю, что их надо тоже включать, как незапланированные, а потом вот будут включать, чтобы финансировали вот эти вот поездки туда, участие там в одежде, вот то есть там, может быть, покупку где-то нужно, платье, ну так далее, чтобы финансировали, что именно через этот фонд. А еще победителей различных престижных конкурсов глава предлагает поощрять ценными подарками, чтобы был не только моральный стимул. Я думаю, Наталья Николаевна, нам нужно будет вот день города, будем, посчитать, планировать, и вот таких победителей мы там награждать чем-то, какими-то призами, именно ценными призами, и призами даже не качественные, что нужно. Не так просто, вот вам, например, книжка, а вот вам, например, холодильник, я не знаю, или вот для ребенка нужно, вот вам, например, крышка. Часто женщина, занимающаяся воспитанием ребенка с ограниченными возможностями здоровья, оказывается замкнутой в своих проблемах. А конкурс «Гузелкей» дает возможность посмотреть на себя с другой стороны, увидеть свои таланты. Это дорогого стоит. Общение матерей, таких особенных мам, это единение мам со всей республики, общение с друг с другом, это единение, это реабилитация мам. То есть программа и цель достигнута, и самое главное, конечно, присутствие детей в зале. Это благодарные глаза детей. Олесе Бакаевой предложено организовать в городе Кумертау отделение Совета матерей «Материнское сердце», чтобы помочь женщинам, которые воспитывают детишек с ограниченными возможностями здоровья, социализироваться. Местная администрация состояла заседание конкурсной комиссии на должность первого заместителя главы администрации. Конкурс был объявлен в январе, и изъявили желание в нем участвовать три кандидата. Как проходил конкурсный отбор? Все подробности в следующем сюжете. Перед тем, как кандидаты на должность первого заместителя главы администрации начнут проходить собеседование, члены комиссии знакомятся с их документами. Кто какой имеет образование и стаж работы. Всего на вакантную должность претендуют три кандидата. Человека подали заявление на участие в объявленном конкурсе. Все конкурсанты своевременно предоставили полный пакет, полный комплект правильно оформленных документов. Исполнение обязанности по должности первого заместителя главы администрации предусматривает оформление допуска государственной тайны по второй форме. С этой целью проведены проверочные мероприятия. Все трое претендентов получили право на участие в конкурсе. Участники конкурса заходят на собеседование по списку, составленному в алфавитном порядке. Сначала Дмитрий Гаврилов, затем Мелевша Гумерова и Владислав Каримов. В процессе общения с кандидатами на должность первого заместителя главы администрации члены конкурсной комиссии задают вопросы из разных областей, которые входят в компетенцию первого заместителя. Развитие экономики города, его инвестиционный потенциал, вопросы законодательства, структура бюджета. На эти и другие темы звучали вопросы, адресованные к участникам собеседования. Когда члены комиссии выслушали всех кандидатов, началось голосование за каждого из них. В результате все единогласно проголосовали за Владислава Каримова. По итогам конкурса, единогласным голосованием у нас победил Каримов Владислав Владимирович. Я, Владислав Владимирович, вас поздравляю с проходением конкурса. Люди, которые не прошли, мы будем их рекомендовать за члены резервы на должность первого заместителя главы администрации. В конференц-зале администрации состоялось заседание антикоррупционной комиссии. В этом году комиссия собирается впервые. На совещание также были приглашены руководители профессиональных образовательных учреждений. Главной темой для обсуждения стали результаты социологического исследования, проведенные специалистами учреждения РИКЦ. В обществе бытует мнение, что профессиональное образование – одно из коррумпированных сфер. Вопрос взятничества в учебных заведениях не раз поднимался на заседаниях антикоррупционной комиссии, поскольку в нашем городе широко представлены все ступени образования. Это 9 профессиональных образовательных учреждений. Из них 3 высших, 4 среднеспециальных и 2 начальных учебных заведения. В этой сфере занято более тысячи человек, а студентов и учащихся насчитывается более 5,5 тысяч учащихся. Это огромная армия людей с особым укладом жизни и системой работы. Очень намеренно видеть и понимать, что у молодого человека, только вступающего в жизнь, складывается мнение, что можно купить знания, можно купить информацию. Существует ли в нашем городе проблема коррупции в сфере профессионального образования? Чтобы выяснить это, на последнем заседании антикоррупционной комиссии было дано поручение Ресурсно-Информационно-кадровому центру провести опрос среди студентов. В опросе приняло участие 222 респондента в возрасте от 15 до 29 лет. Из числа опрошенных студентов 14% считают, что проблемы актуальны для нашего города. 4 затрудняются ответить. 79% не сталкивались с проявлениями коррупции. По мнению респондентов, коррупция – это, во-первых, выпуск неквалифицированных специалистов, 69%. 18% – это способ выживания сегодня. И 7% считают, что коррупционные проявления – это определенная наглость со стороны преподавателей учебных заведений. Насколько объективны итоги проведенного исследования, судить сложно. Многие просто не понимают, что относятся к понятию взятка. Интересный ответ на вопрос, что является, по мнению студентов, взятым. Больше всего, естественно, 96% ответили, что это деньги. Также различные дорогие вещи – работа по ремонту аудитории, сувениры, коробка конфет, плитка шоколада и так далее. В итоге участники совещания решили, что нужно больше проводить информационную работу среди студентов, а также необходимо тесно сотрудничать с правоохранительными органами. На совещании руководители образовательных учреждений рассказали о том, какая работа по противодействию и предупреждению коррупции ведется в учебных заведениях города. В целях привлечения внимания общественности к проблемам наркомании в Кумертаус 15 апреля будет проводиться оперативно-профилактическая акция «Наш город – территория безопасности». В конференц-зале администрации состоялось заседание антинаркотической комиссии, на котором обсуждался план работы по проекту. Работа по борьбе с наркопреступностью ведется постоянно, но теперь для повышения эффективности планируется активнее привлекать к профилактическим мероприятиям общественность. Так, с прошлого года в республике проводятся широкомасштабные акции, направленные на комплексные противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков. Это стало главной темой заседания антинаркотической комиссии. Я еще раз напоминаю, что такой опыт проведения акции проходил в прошлом году в городах Уфа, Стерлитамак, Салават. Нам было рекомендовано рассмотреть этот опыт и его реализовать также на территории нашего города. Вначале планировалось, что акция будет проводиться в течение двух месяцев. Теперь произошли значительные изменения в плане. Поэтому это будет крупный проект, который продлится с 15 апреля по 1 декабря. Работа разделена будет на несколько направлений. Это, прежде всего, профилактические мероприятия, спортивно-массовые. Затем мы планируем обновить наглядную агитацию и информационные стенды. Затем, конечно же, включается сюда работа с родителями. Ну и массовые мероприятия, которые запланированы теперь уже на весь год. Представители учреждений образования, культуры, здравоохранения рассказали о запланированных мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и преступлений в течение незаконного оборота и потребления наркотиков. В период проведения акции планируется организовать беседы с учащимися, круглые столы и встречи с представителями управления наркоконтроля и прокуратуры. В медицинских учреждениях консультации по лечению и реабилитации наркозависимых. Несколько семей на этой неделе стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Сумма выплат колеблется от 600 до 800 тысяч рублей. Эти средства помогут молодым семьям улучшить свои жилищные условия. И это очень вовремя, ведь в семьях воспитываются и подрастают по двое, а то и трое детей. Все подробности в следующем сюжете. Шесть лет семьи Фроловых и Артамкиных ждали этого дня. В 2007 году обе семьи стали участницами программы обеспечения жилью молодых семей. Собрали необходимый пакет документов, который, кстати, подтверждали ежегодно и встали на очередь. Уверенность была. Последняя надежда была какая-то. И документы каждый год обновляли. Все-таки мы верили, что получим. В торжественной обстановке молодым семьям, которые пришли на церемонию вместе со своими детьми, вручили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Я хочу сказать, что это огромное счастье иметь свое собственное жилье, свой дом для того, чтобы расти детей и жить счастливо. Когда Наталья и Денис Артамкины стали участниками программы, у них был один ребенок. Сейчас у молодых родителей уже трое детей. Семья снимает квартиру. Все это время мечтали о своем собственном жилье. Мечта сбылась. Свидетельство на сумму почти 800 тысяч рублей позволит Наталье и Денису приобрести квартиру. Меньше придется платить намного. Спасибо администрации. Администрации, ну, республиканские парами. Что помогли. В общем, сегодня у вас радостный день. Очень радостный. Исторический. Да. Алексей и Анна Фроловы имеют в собственности квартиру. В площади небольшой двухкомнатной квартиры уже не хватает семье из четырех человек. Тем более подрастают разнополые дети, у каждого из которых свои интересы. Фроловы получили свидетельство на сумму чуть более 600 тысяч рублей. До декабря текущего года они должны определиться для себя с выбором квартиры другой, больше по площади. Хочется детям свои комнаты, чтобы были у себя, чтобы была комната. Все-таки на дом пока не решаемся, расширим просто квартиру. То есть будете приобретать трехкомнатную? Трех или четырехкомнатную, да. В этом году это первое вручение социальных выплат. В 2012-м 16 семей получили социальные выплаты и улучшили свои жилищные условия. Всего же в Кумертау более 400 семей. Стоят в очереди и являются участниками под программу обеспечения жильем молодых семей. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы. По данным 2012 года в городе Кумертау зарегистрировано 2475 субъектов малого и среднего предпринимательства. В них занято более 40% от числа занятых в экономике города. В своей деятельности бизнесменам приходится сталкиваться с многочисленными вопросами, которые порой нужно решать сообща. Так, в конференц-зале администрации состоялся круглый стол. Его организовал Совет Союза предпринимателей города. Какие темы рассматривались на заседании. Все подробности в следующем материале. В работе круглого стола приняли участие глава администрации городского округа Борис Беляев, председатель Ассоциации предпринимателей Республики Алексей Чербацкий. Малое и среднее предпринимательство – это динамично развивающаяся сфера экономики. В то же время на сегодня предприниматели сталкиваются с многочисленными трудностями. С чем они связаны и как они решаются. Алексей Чербацкий отметил, что Ассоциации выявляют проблемы, которые мешают предпринимателям полноценно работать. Далее эта информация доводится до власти республиканского и федерального уровня. Предпринимательство почти получается у нас как полейно. Всегда то, что делается наверху, к сожалению, в основном бывает так. Шаг вперед, два шага назад, как все Владимир Витянович говорил. На словах мы хотим, чтобы предпринимательство застигло к 2020 году 50% предпринимательствами заниматься. И вроде там шаги в сторону улучшения предпринимательской активности делаются. В то же время практически каждый год принимаются изменения, которые отбивают желание у многих предпринимателей дальше работать. Один из вопросов, который волнует индивидуальных предпринимателей, это увеличение годовых страховых взносов в пенсионный фонд. Как известно, эти взносы выросли в два раза. И многие бизнесмены просто не выживают в новых условиях. В частности, последнее увеличение страховых взносов для предпринимателей, для индивидуальных преступлений, 17 до 35 тысяч выплат за нас. И введение бухгалтерской отчетности за этот год 300 с лишним тысяч по России предпринимателей вышли, так сказать, индивидуальных предпринимателей. Это донесено уже на сегодня, на несколько, 26 марта, 26 марта, 26 марта, об этом говорил Титов с Владимиром Владимировичем Путиным. 29-го на встрече с Советенным Народным Фронтом об этом говорил Бричалов, где тоже присутствовал Путин. А Путин дал задание разобраться, почему так произошло. Такие шаги, безусловно, будут сделаны, возможно, и все-таки просто вернут к старому. Кроме вопросов на законодательном уровне, перед предпринимателями города Кумертал стала еще одна проблема. Она связана с изменением структуры налоговой службы. Теперь по многим вопросам налогоплательщикам приходится обращаться в головную инспекцию, которая располагается в городе Ишимбай. С чем столкнулись предприниматели? Телефоны не отвечают, значит, сбои в базе из-за смияния вас. Значит, у кого-то потерялась регистрация, у кого-то изменения в учредительных документах. Здесь обратиться нельзя, очень часто нужно обращаться в Ишимбай. Сроки обращения не выдерживаются. Без разбирательства, за ошибки какие-то предприниматели без особых разбирательств выставляются инкассовые на расчетные счета. Если это не рабочий счет, там нужно платить за обслуживание. Это потери набираются в пене. Для того, чтобы получить ответы на все вопросы по организации работы с налогоплательщиками, в заседание круглого стола приглашена начальника отдела налоговой инспекции номер 25. В связи с слиянием баз данных, немножко получилась замерка. Но мы приходим в норму. Хочу как раз объяснить по телефонной линии. Да, я еще раз приношу извинения за данную ситуацию. На сегодняшний день у нас получился перегруз телефонов, нехватка телефонных номеров. Это сразу не предусмотрено было. На сегодняшний день мы заключили договор с Башенформсвязью. Выделено денежное средство управления на создание многоканальной функциональной линии. Также для подключения городских телефонов. Я надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация разрешится, и у вас никогда не будет проблем с телефонной линией, то есть у нас никогда не будет занято. Много нареканий прозвучало и по поводу качества обслуживания специалистами службы. Эти вопросы будут решаться, заверила представитель налоговой инспекции. Также работа будет отлажена в связи с тем, что часть обязательств налоговой службы переданы филиалу МФЦ. Министерство природопользования и экологии республики в соответствии с распоряжением правительства республики разработало план мероприятий по проведению экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов с 13 апреля по 18 мая. В Кумертал экологические субботники стартовали 5 апреля. Каждый день в городе можно видеть, как на очистке города от снега и мусора трудятся люди. Благодаря чему облий города заметно преображается в лучшую сторону. Во время проведения субботников категорически запрещается сжигать мусор и отходы. Ведь при этом значительно загрязняется атмосферный воздух и страдают жители, в первую очередь пожилые и люди с заболеваниями дыхательных путей. Инициатива не наказуема, а даже приветствуется. Городская администрация и коммунальные службы готовы поддержать любую инициативу граждан, связанную с уборкой территории города и приведением в порядок его улиц. Жители поселка Виатор готовы устроить большой субботник, для вылаза мусора им необходима техника. Коммунальные службы готовы помочь в этом вопросе. А как, выясняла наша съемочная группа. Клубничная, радужная, вишневая, медовая. Вот такие красивые, даже аппетитные названия носят улицы в поселке Виатор. Из-за внешних характеристик назвать их сегодня очень красивыми нельзя. Весенняя распутница подпортила внешний вид поселковых улиц. Допустить этого жители поселка не могут. Один из них самый инициативный. Пенсионер Александр Кувшинов, житель улицы Медовая, вышел с инициативой на городскую администрацию с просьбой помочь навести порядок на улицах. Таких инициативных немного, говорят в городской администрации. Случаев таких, к сожалению, очень немного. Хотелось бы, чтобы такая традиция продолжалась. Мы чем сможем, тем обязательно поможем. Без внимания мы такой крик помощи не оставим. Поэтому обращаюсь даже к жителям города. И у кого есть желание, у кого есть возможность, обращайтесь, мы вам обязательно поможем. В этом конкретном случае помощь заключается в том, чтобы предоставить технику для вывоза мусора, который жители соберут в ходе субботника. Отказников в этом деле нет. Предварительный обход жилых домов, который совершил Александр Кувшинов, показал, на субботник готовы выйти все. Согласны все навести порядок. Ну, только где-то, может быть, не через 10, как маленько подсохнет, потому что начнут все в огородах убирать. И все согласны, конечно, подмести, где-то там убрать, мусор весь, чтобы было красиво. Как так жить и не убирать вокруг себя, это просто не красит людей. Как только немного восстановится погода и дороги просохнут, жители поселка возьмутся за уборку. Коммунальные службы готовы предоставить технику в любое удобное для них время. Темой совещания, который состоялся в администрации города, стала подготовка парка к предстоящему летнему сезону. За круглым столом собрались руководители учреждений и организаций, которые отвечают за состояние парка и аттракционов. Для качественной и своевременной подготовки городского парка культуры и отдыха к летнему сезону был разработан соответствующий план мероприятий. На этом совместном совещании достигнута договоренность о сроках, объемах и ответственных за выполнение различных этапов работ. На сегодня самым актуальным является вопрос весенней уборки парка. Этим будут заниматься коммунальные службы, а также школьники и студенты. В ближайшее время будут объявлены экологические акции. В настоящее время в парке началась реконструкция детского городка. Это та часть городка, которая является опасной для посещения детей и жителей, в том числе города. В связи с этим мы приступили к демонтажу опасных участков. Детская площадка, скорее всего, будет видоизменяться на более современную, новую, хорошую площадку. Это вот в ближайшей перспективе, как раз на этот сезон. Это будет частичный демонтаж с сохранением основных элементов конструкции. Башни строители обещают сохранить. К предстоящему летнему сезону в учреждениях культуры разработан план проведения культурно-досуговых мероприятий, включающий в себя мероприятия для организованных групп детей, традиционные мероприятия для семейного отдыха и отдыха людей старшего поколения с привлечением коллективов художественной самодеятельности. При благоприятных погодных и финансовых условиях, а также при содействии городского сообщества, парк будет готов к открытию к 1 мая. И на протяжении всего летнего сезона будет радовать горожан содержателем досугом и безопасными условиями для его проведения. На этой неделе прошло заседание Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровлению детей и подростков в этом году. Вела заседание заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Участники заседания обсудили вопросы, касаемые подготовки детских загородных лагерей и центров дневного пребывания к предстоящему сезону. Около двух месяцев остается до начала летнего оздоровительного сезона. И уже сейчас взрослые решают вопрос организации отдыха и оздоровления детей. Планируется, что в этом году традиционно будут работать три загородных детских лагеря. Это «Зеленые дубки», «Горное эхо» и «Ласточки на гнездо». Первая смена откроется в 10-х числах июня. Представители учреждений доложили о ходе подготовительных работ. В середине апреля, в начале мая начнутся именно ремонтные работы. Определен график заездов на летний период. 22 апреля будет определена окончательная сумма стоимости путемок и идет формирование педагогического состава и хозяйственных работников. Что касается кадрового обеспечения, заместитель главы администрации Наталья Лапшина подчеркнула, что нужно серьезно отнестись к этому вопросу. До 25 апреля рекомендовано настоятельно сформировать уже состав педагогических работников. Конечно, для нас очень ранняя дата, но все-таки стремиться нужно как можно раньше это сформировать и уже начинать работать. В целях повышения качества работы педагогического состава будет организовано их обучение. Ресурсно-информационно-кадровым центром для этого разработана специальная программа. По словам директора учреждений, будущих вожатых будут обучать специалисты, имеющие большой опыт работы в этой области. Кроме традиционных загородных, с начала июня будут работать пришкольные лагеря. Уже сейчас управлением образования составлен график работы центров дневного пребывания детей. Уметь убеждать, вести за собой, делать добрые дела, находить решения из сложных ситуаций. Это не весь перечень качеств, которым должен обладать лидер. В Кумертау стартовал городской этап конкурса «Лидер 21 века». Организаторами составлена сложная программа для того, чтобы победители могли достойно представить наш город на республиканском уровне. История конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений начинается в нашем городе с 2006 года. С тех пор многие лидеры заявили о себе в республиканских и всероссийских конкурсах и завоевали победы. Сегодня они ведут за собой новые поколения лидеров. Конкурсные программы городского этапа всероссийского конкурса насыщенные. Ребята ожидают дискуссии, встречи, станционные игры. Все задания не похожи друг на друга, они очень разнообразны. Используются современные формы работы с детьми. Например, одно из испытаний – это брифинг по социальному проектированию, когда экспертами являются жюри, бизнесмены нашего города, депутаты. И когда молодежи нужно будет отстоять в очень таком сжатом режиме, очень мобильно, в течение буквально двух-трех минут рассказывать о своих идеях, о своих задумках и получить от жюри рекомендации, успеть переработать это все и выдать новый продукт. За ходом конкурса наблюдают жюри, членам которого предстоит выбрать самого находчивого, решительного и талантливого молодого руководителя. В составе комиссии ветеран молодежного движения в городе Ольга Звягинцева. Она воспитала не одно поколение лидеров. По словам Ольги Анатольевны, в конкурсе собрались настоящие патриоты. Я уверена, что все эти люди неравнодушные люди. Люди с открытой душой, люди с большим сердцем, которым не все равно, что делается вокруг, которым не все равно, как живет его школа, его институт или колледж, как живет его город, как живет его республика, как живет наша страна. Конкурсные испытания начались уже на церемонии открытия форума, где каждый участник рассказал о своих ожиданиях от конкурса. Все они желают интересно провести время, найти побольше друзей и, конечно, не подвести молодежную организацию, которую они и представляют, потому как на них лидеров возлагают надежды товарищи. Для меня быть лидером – это, наверное, уметь вести людей за собой, уметь собрать их всех вместе, выслушать каждого мнения, как-то все скомпоновать в одно целое, чтобы это не отдельное было все, а чтобы было все вместе. Быть лидером для меня, естественно, быть первым, вести за собой, не волноваться, когда есть какие-то проблемы, а искать их решения. Всего в конкурсе участвует 16 лидеров. Самому юному участнику 12 лет. Он представляет пионерское содружество 5-й школы. Наше содружество состоит из 362 человек – пионеров. Это содружество пионеров. Мы очень дружные, мы очень способные. Наш девиз – время строит будущее. Каким будем мы, таким будет будущее. Конкурс продлится два дня. Победители будут представлять наш город в республиканском этапе состязания. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам удачного начала, новой рабочей недели. И до встречи в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова